Вот я помыла голову. Короче говоря, так вот я выгляжу самой этой головой. Выхожу из душа, а там такая гроза. Я вот моюсь, я сейчас не могу понять, у меня как будто такое ощущение, как будто там какая-то магия, потому что какие-то такие звуки в трубах, как будто, знаешь, кто-то какие-то, слышите, гром гремит, заклятия какие-то там шепчут в эту трубу, короче говоря, водопроводную. Сейчас я намажу губы, а то у меня яркий халат, а губы-то не яркие. Я выхожу, а там такая гроза. То есть всё распускается, и вот эту вот люблю грозу в начале мая, когда лбанёт и нет сарая. В общем, посмотрела я новый видос Даны Вольф, расстроилась, честно скажу, расстроилась. Меня даже расстроил даже не тот факт, что она как бы, ну, нихуя не захотела она как-то со мной продолжать отношения, вот не устроила её что-то, ну, ушла, ну, ладно, бывает. Меня расстроило то, что это превратилось в какой-то поиск компромата на меня с дальнейшим его обсуждением в сети. Неприятно. И тем более, знаешь, такое впечатление, как будто, зная и те, знаешь, с кем я разговариваю с собой, наверное. Как будто она специально хочет на меня обратить внимание. Даже когда человек хочет реально расстаться и не видеться, он просто так и говорит прямым текстом. То есть я не хочу больше того, чтобы... Она мне сказала это прямым текстом, но тут же она начинает на своём канале постить про меня какие-то видосы. Там начинается обсуждение длительное меня и моих страшных прогрешений пятилетней давности. Грехов. Город грехов. Село грехов. И это кажется, как будто, ну... Мне сказали, что специально человек провоцирует. Потому что не хочет полностью прекращать общение, а хочет таким образом ещё дальше пропровоцировать или пропиариться. Потому что, я говорю, всё можно было на самом деле сказать за 15 минут. Но мне это приятно, я честно скажу. Я люблю, когда они обсуждают. Мне как-то и приятно, и неприятно. Вот как... Я не знаю, как... С чем сравнить. Я сейчас что-нибудь если скажу, опять мне скажут, что... А-а-а-а... В общем, я не знаю, с чем сравнить. Это и приятно, и не очень. Блин, с одной стороны, вроде бы меня и обсуждают. И это слава. Я понимаю, что меня не забывают, обсуждают, там... Всяческий, всякий компромат на меня ищут. Это приятно, конечно. С одной стороны. С другой стороны... Так как меня осуждают яростно, это неприятно. И всякие вот эти вот истории про то, что я снималась в фильмах для взрослых. Ну, где? Если бы я снималась в фильмах, где эти фильмы для взрослых? Вот Саша Грейс снималась в фильмах. Есть фильмы. Фильмы. Шедевры кинематографа с ее участием. Вот. Мои фильмы где с моим участием? Образы на Валберес это не фильмы. И там тоже на Валберес есть и цензура, и модерация, и там то, что там обсуждают образ с пакетом сока, которым я прикрыла свою пятую точку. Это не фильмы для взрослых. Это просто так шалости. Ну, люблю я шалости иногда. Да. Мне это весело. Мне это заряжает энергией. Я вот заметила, мне вот нужно как-то разбавлять вот в серые будни. Вот неинтересно мне просто сидеть и заниматься там чем-то, чем-то там. Мне сказали, вообще вот в пузырьке такой цвет был довольно не такой яркий, как на гумбах. Ну, в гумбах. Не, вообще такой. Мне написали, что это прозрачный, блеск он прозрачный. Он очень хорошо пигментированный. Вот. Такие вот дела. У меня еще очень хорошо пигментированный халат. Сейчас я вам покажу. Давай сейчас нагну немножко свой смартфончик. Ну, вот так вот я выгляжу. Халат не кружится. Вот. В общем, это я вот помылась и вышла из душа. В общем, решила еще немножко для вас снять. Я думаю, что такая вымятость пропадает. Я все время как голову помою, у меня все время сразу кудрой завиваются. В общем, я как начинаю читать там, как в интернет зайдешь, как почитаю новости. И одна другую хуже. Сразу хочется и покурить, еще там что-то сделать. Вот я бросаю сейчас курить. Я прям стараюсь. Я думаю, блин, сейчас пойду стекать. Мне пойду голову помою. Ее давно надо было помыть. А потом вот она будет сохнуть. Сейчас феном я волосы никогда не сушу, потому что они кудрявые. Они и так сухие очень сильно, как у всех людей, у кого прилип кудрявые волосы. Они сильно сухие. Думаю, если я сейчас еще феном начну сушить, они у меня всегда пересохнуты и разлетятся. Так что сушить феном я их не буду. Так, что у меня есть? Вы мне говорили про велик, что Руслан мне не купил велик. Он мне купил велик. Он мне, собственно. Сейчас я буду его демонстрировать велик. Я что-то уже, знаете, про меня так много всяких слухов снимается, что я уже как-то смущаться начинаю что-то делать, когда. Прям реально я как-то смущаюсь. Так, я как-то косо смущаюсь. У меня уже прям вот это вот, все вот эти вот какие-то разговоры про меня, они меня мучают. Так. Ну, в общем... Сейчас будет велик. Вот он, велик. Он вот в такой вот сумке клевой. И эту сумку ее даже я могу носить. Вот так вот я могу носить эту сумку. Просто я не знаю, как мне сесть, встать, чтобы меня было видно. В общем, сейчас я буду распаковывать этот велик. Оп, извиняюсь. Перестройка небольшая. Все, Марина Морлок. В общем, вот. Такой вот у меня берег. Сейчас я буду его распаковывать. Он не тяжелый. 7 килограмм. Он веселый. Новенький. Совершенно. Мне это Руслан обещал подарить еще на Новый год. На прошлый, 2020. Но не подарил. Сказал, что типа Алиэкспресс. Куда-то его заныкал его покупку. И, короче говоря, ему там спор пришлось открывать. Чтобы ему все-таки это прислали. Прислали. Тут набор ключей для него. Для этого велик. А сам велик. Вот такой вот. Одной рукой его тяжеловато. Вот такой. Весь в упаковочках. Прям пахнет прям новым. Новой вещью. Вот так вот. Я просто как бы тяжелая. Меня особо поднимать нельзя. И с обычным великом. Таскаться тут у лифта нету, естественно. Таскаться на высокий этаж. Мне было бы неудобно. А вот это вот самое то, что надо. Мне нужно почитать вообще инструкцию. А вот, собственно. Он раз. И на матрас. И разворачивается. Вот этот велик. Так. Меня смущает прям. В общем. Будут потом говорить. Не по меня там обсуждать. В общем, вот так вот он делается. А, ой. Нет, не так. Как-то по-другому. Тут что-то, видимо, не закреплено было. Что-то как-то не очень-то он в рочном выглядит, ребят. В общем, тут нужно его еще пособирать, позакреплять. Да, вот это тормоза, видимо. Что-то он какой-то хлипкий. Хлипковатый какой-то велик. Это мне нужно, наверное, еще все-таки поизучать тут инструкцию. Потому что от него отвалилась. Однорышка. Но она не отвалилась. Ее надо прикрутить. Вот я говорю, комплект инструментов тут есть. И, собственно, как-то это собирается. Вот это вот, я так понимаю, седло вот так вот делается. То есть, ну, тут его тоже надо как-то закреплять. И как-то тут надо его, видимо, именно брать гаечный ключ и его сворачивать и разворачивать. Русланова собирал при мне, но потом он его опять разобрал и сказал, что я учился его собирать. У меня постоянно так много всего интересного находится в интернете, что у меня как-то не до сборки велика. А так, по идее, вот у него там вот так вот разбираются эти... педали, педальки. Тут его, конечно, надо разбирать. Ну и, блин, что только вот душу травить зря, потому что собрать-то я его могу и разобрать-то вот... Ну, я его научусь собирать, разбирать, а что делать-то? Все равно нельзя кататься. Где я был? По квартире как бы... Я боюсь последний линолеум у меня из дербанится. В общем, вот такой вот велик, но его нужно еще, я говорю, с ним еще надо работать, собирать, и это будет такой маленький велик-циркуль в итоге. Вот, собственно, вот что у меня такое. А пока я его уберу, чтобы душу не травить просто себе. Душу, блин, этим великом... Ну, а, вот, так это должно быть. Короче, не травить себе великом душу. Боюсь, блин, китайские же велик, боюсь, чем сломать им. Вот, потому что кататься все равно по катушке не удадутся. Значит, тут надо читать инструкцию. Явно тут надо читать инструкцию и уже по ней собирать или уже разбирать его только. Вот такие вот дела. Странные у меня блоги стали. Ладно, это я потом еще посмотрю. Ладно, это надо мне изучать, а потом уже я буду с ним заниматься. Но когда я поеду... Я уже поцарапала пальцы. Когда я поеду кататься на этом велике, я уже не знаю. У меня такое ощущение, что я не знаю вообще, сколько это все продлится. И с каждым днем у меня все тревожнее жить. Вот. Такие вот дела, ребята. А еще я хотела вам рассказать, наверное... Мне надо сейчас помыть руки. Потом я вам расскажу про кружки. Про кружки и вообще про рутины в отношениях. Ну, не про рутины, а вот такие вот как бы аллегории небольшие к отношениям я вам расскажу на примере кружек. Оставайтесь на моем канале. Добрый день с вами Марина Морлок. После дождя стало... Ну, все начинает... Так слышно тут, я говорю, тут вот... Я в шоке. Ну, окна-то выходят с одной стороны на детский садик, а с другой стороны на улицу, где люди ходят, машины стоят. Это так странно. Я потому что до этого в улике жила. Там был высокий четвертый этаж. Это, во-первых. Во-вторых, была застекленная улица. И я там, чтобы слышать, что на улице творится. Надо было выйти на лоджию. А тут прям окно откроешь, и все слышно. Ну, там тоже там выходишь, и там вид прям был на все село. В общем, с вами Марина Морлок. Снова я. Снова я. Ну, вот как меня просили, решила я немножко поснимать. Мне там, правда, надо продолжать мазюкать стены. Вот. Такие вот дела. Ну, сейчас вроде только час без двадцати. Я надеюсь, я все, наверное, успею еще сделать. В общем, у меня в девять часов разбудили собачки своим брехушеским. В общем, я хотела вам рассказать. В юности я увлекалась вот еще, когда от меня ушла первая погруга, и я стала увлекаться психологией отношений. Я руки все время сохнутые купила себе. Потом я расскажу про свою косметику. В общем, если интересно кому, пишите, я потом буду рассказывать про косметику. Так, ну вот, в общем, стала я увлекаться психологией отношений, читать всякие форумы. Еще были одно время популярны всякие пикап-форумы, но они очень глупые, они очень детские. Вот эти вот пикап-какие-то вещи, и я не знаю, они, наверное, для начальной школы, ну, для школы, наверное, подходят только для подростков. Взрослым людям вот эти вот какие-то пикап-фразочки и все остальное, типа, ой, а нет ли веревочки, чтобы тебе привязаться и так далее. Это вообще-то не серьезно. Это как-то выглядит, как какой-то... Ку-ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Слегка. Вот. Но я там прочитала тоже различные еще формы по психологии отношений. Я читала, вот как, собственно, как пережить неразделенную любовь. Там, говорит, нужно представить, что вам нужно куда-то срочно ехать, что вот вы стоите, вам нужно срочно, вот у вас возникла какая-то, вот если у вас возникла вдруг такая проблема, что вы любите, а вас нет, и вам нужно эти чувства как-то пережить, отпустить и преодолеть вот эту неразделенную любовь свою. Свою неразделенную любовь надо как-то уничтожить. Вот представьте, что вы стоите у дороги, где ездит машина около автотрассы, и вам срочно нужно куда-то ехать. Вот очень срочно нужно куда-то ехать. Вот срочно-обрачно там в больницу, в аэропорт, вы опаздываете, и вам нужно прям вот кровь из носа, вот все, вот нужно ехать, и все, вы не можете подождать. И вам нужно поймать машину, потому что на данный момент вашей у вас машины нет, там, не знаю, в ремонте она, еще где-то, и вам нужно поймать машину, чтобы срочно куда-то доехать. И вот вы стоите у дороги, голосуете, и останавливается какая-нибудь разбитая отечественная машина, ну, допустим, Москвидон, там, не знаю, или там, представьте какую-нибудь машину отечественную, разбитую, перебитую, там, вот. И я плохо разбираюсь просто машину. И вам, и вы говорите, что вам нужно срочно ехать, а вам водитель говорит, что он вас готов отвезти, но говорит вам совершенно нереальную какую-то цену за поездку, там, типа, 100 тысяч рублей, а у вас просто, ну, нету этих денег. И вот представьте, вам нужно срочно ехать, такая ситуация, останавливаете вы какую-то машину, какую-то непонятную, какую-то дешевую, обшарпанную, убогую, прокуренную, там, всю, где какая-нибудь попса российская играет, или шансон, и какой-нибудь водитель вам говорит, я готов вас отвезти, но это будет стоить, там, какую-то сумму, 100 тысяч рублей, или 10 тысяч рублей, а у вас этой суммы с собой нет. Ну, допустим, он говорит, я вас отвезу за 40 тысяч, а у вас нету, а у вас всего 5, вот, или там 20, вы не можете ему столько заплатить. И вот тут, говорит, ваши действия, что вы будете делать? Будете падать на колени, плакать и умолять вас отвезти за меньшую сумму? Будете угрожать, там, как-то еще что-то, качать права на этого водителя? Или просто забьете и попробуйте оттормознуть следующую машину? Ну, тут очевидный вариант, что падать на колени, плакать, дарить цветы, подарки, умолять вернуться, умолять вас отвезти, что говорить там, плакать, говорить, что вам очень надо, что вы не можете от этой поездки отказаться и вам очень надо ехать. Ну, это бесполезно. Вот, это просто только, ну, не приведет ни к чему хорошему, только понизит вашу самооценку. Платить за поездку сумму, там, не знаю, брать какой-то кредит, микрозайм, чтобы оплатить эту дикую совершенно сумму, тоже не лучший, собственно, вариант в этом случае. Лучший вариант, это просто попробовать поймать другую машину и, собственно, попробовать доехать на ней. И там даже продолжение этой темы, что можно попробовать, короче, поймать другую машину, а останавливаться машина получше. Это уже там не разбитая какая-нибудь девятка или шестерка, или что там, а какая-нибудь уже Лада Калина и там более адекватный водитель, более чистый салон. И он говорит, что да, он согласен вас отвезти там туда, куда вам нужно, но это будет стоить 20 тысяч рублей. А на самом деле вы понимаете, что поездка в аэропорт, она там стоит максимум, там, две, ну, максимум три тысячи рублей, но никак не 20. То есть уже лучше, чем первый вариант, но тоже вам это просто невыгодно. И тоже вопрос, что вы будете делать? Плакать, умолять, как-то отвезти вас за меньшую сумму, будете пробовать как-то хитрить или согласитесь на невыгодные для себя условия, либо просто попробуйте тормозить, ну, третью машину. Ну, тут, соответственно, тоже выход очевиден. Нужно отпустить этого водителя и попробовать тормознуть еще одну машину. И вот вы пробуете третий раз, и уже там останавливается какая-то нормальная машина с адекватным водителем, который вас за адекватную сумму готов подвезти. Так вот, в общем, вот это вот такая, можно сказать, метафора, такая, можно сказать, аллегория. Дороги, это, ну, как бы, дорога, это дорога жизни, по которой вам надо пройти. А машины, которые вы пытаетесь остановить, это, как ни странно, те люди, с которыми вы хотите эту дорогу пройти. Вам ее нужно пройти по-любому. И тут нужно смотреть, что вам подходит, а что вам не подходит. Я говорю, ехать там за сто тысяч на разбитой тачке, это как-то не всем, скажем так, подходит. Хотя таких объявлений много там. Какой-то, вот, часто пишет человек неприятный, там, с различными пороками, ищет себе прекрасную принцессу или прекрасного принца, и явно понятно, что это вам не подходит. И я говорю, тут как-то повлиять на ситуацию, плакать, умолять, тут бесполезно, тут нужно просто попробовать еще раз, наверное, с другим человеком что-то построить, наверное. И еще тоже про отношения. У меня просто мало времени. Я хотела сказать про две чашки. Я вот купила одну такую чашку на Валберес, заказала. И она мне очень понравилась. Я такую купила черную и белую. А черная чашка у меня треснула и разбилась. Я в порыве страсти сильно ей шмякнула об стол, и у нее трещина по ней пошла. И она стала прям протекать, и я ее выбросила. И у меня осталась одна такая чашка, а я хотела две или минимум три. Вот она такая прикольная, она такая как белая, керамическая, изображает из себя объектив, и она как будто таким немного лаком покрытая. То есть она гладкая, приятная на ощупь, легкая. Я хотела заказать себе еще одну такую чашку. И у нее была такая еще крышечка резиновая, чтобы там можно ее накрывать было и заваривать там какой-то чай. Я любила чай всякие, сейчас любила фиточей. Так вот, в общем, хотела я заказать такую кружечку, точно такую же, на Валберес. А их нет уже, все, раскупили. Кончились эти кружечки. Но есть вот такая вот кружка, тоже похожа на первую, но она другого совершенно производителя. И я заказала вторую кружку, хоть она была и похожа на первую, но она оказалась... Вот они внешне идентичны, одинаковые практически, но это другой производитель. И она совершенно другая оказалась по качеству. Она, во-первых, если видно, это гладкая, то это какая-то более серая, шершавая. Соответственно, эта кружка легко моется, так как она каким-то лаком покрыта. А на этой кружке постоянно налет ее фиг отмоешь. И ее в руках неприятно держать. Она оказалась тяжелее, и какая-то шершавая на ощупь. Плюс, если у этой кружки была крышечка резиновая, то у этой тоже керамическая крышечка, которая слетает, вообще некрасивая. И к тому же, эта кружка тоже треснула, и тоже ее придется выбрасывать, потому что это трещина. О чем я вам говорю? Люди могут быть внешне похожи, как эти две кружки. Бывают похожие внешние люди, бывают похожие ситуации в жизни, но они не идентичны. То есть, вы не сможете повторить тех отношений, которые у вас были раньше. Если у вас раньше были отношения с абьюзером, или там с каким-то нехорошим человеком, далеко не факт, что следующие отношения у вас тоже будут абьюзивные. То есть, вам может первый раз попасться абьюзер, и какой-то гнусный человек, а в следующий раз вам может попасться очень хороший человек. Или наоборот, у вас могут быть первые отношения с хорошим человеком, а следующие могут быть хуже, как эта кружка. Ну вот я говорю, как не получилось купить две одинаковые кружки, так и не получится построить одинаковых отношений. То есть у вас не получится выстроить заново такие отношения, которые у вас были. Они по-любому будут другие. Потому что другой человек и с другим человеком будут построены совершенно другие отношения. Как другой производитель кружки и другое качество. Так что другой человек другое качество отношений будет. И зависит от того, кого вы выберете. Хороший человек будет хорошее качество отношений. Как хороший производитель – качественная кружка.